Меня зовут Лысенко Игорь Евгеньевич, доктор технических наук, заведующий кафедрой конструирования электронных средств Института нанотехнологии и электроники приборостроения Южного Федерального Университета. А также я еще совмещаю должность главной научной сотрудник Инжинирингового Центра приборостроения и радио-микроэлектроники НКБ МИУС Южного Федерального Университета. Моя почта, мои контакты на слайде. Сегодня мы с вами рассмотрим микроэлектромеханические системы. Это будет такая научно-популярная лекция, обзор, что это такое, где это применяется, для чего это нужно. То есть рассмотрим технологии, дизайн применения. Начнем мы с вами рассмотрение с определения. Существует очень много названий той области науки и техники, которую мы сегодня с вами будем рассматривать. Это и микроэлектромеханические системы, это и микросистемная техника, и микросистемы, и в англоязычной литературе микросистем технологии. Но все это, в принципе, речь об одном и том же. Мемсами мы будем называть устройства с интегрированными в объеме или на поверхности твердого тела электронными и микромеханическими структурами. Давайте рассмотрим это короткое предложение. То, что уже у нас на поверхности твердого тела электронные и микромеханические структуры, говорит нам, что Мемс – это одно из направлений развития микроэлектроники. То есть, как мы знаем, во время Второй мировой войны очень сильно развивалась и зародилась радиоэлектроника, потом она переросла в микроэлектронику. И в дальнейшем одним из путей развития стало это микроэлектромеханические системы. Устройства с интегрированными в объеме или на поверхности твердого тела. Пока что запомним это определение, и в дальнейшем мы о нем вспомним, когда будем рассматривать технологии. Совокупность этих структур обеспечит реализацию процессов генерации, преобразования, передачи энергии и механического движения в интеграции с процессами восприятия, обработки, передачи и хранения информации. В принципе, микроэлектроника, интегральные схемы, они уже давно сами научились думать, хранить информацию, обрабатывать ее и передавать. В чем же здесь заслуга Мемс, чем они дополнили эту микроэлектронику, микроэлектронные изделия? А именно тем, что возникла возможность реализации процессов преобразования, передачи энергии, механического движения. То есть, грубо говоря, если раньше интегральные схемы просто думали и запоминали, и общались между собой, передавали, то теперь они могут чувствовать окружающий мир, измерять различные физические, химические, электрические параметры его, обрабатывать это, думать, общаться между собой, как реагировать, и главное, потом реагировать на него. То есть, микроэлектромеханические системы, они открыли тот факт, что полупроводниковые материалы можно использовать не просто как только их электрические параметры, но еще можно использовать как структурный материал, строить из них такие микроструктуры, микрокомпозиции. Значит, и есть такой подвид мемсов, это микрооптика электромеханической системы, это когда у нас наши классические мемсы еще интегрированы с какими-то оптическими компонентами. Почему я сегодня с вами общаюсь по этой теме, небольшой экскурс в историю? В далеком 61-м году под руководством профессора Колесова в Тагрозском радиотехническом институте была создана первая в мире советская интегральная микросхема, первая в Советском Союзе, прошу прощения, интегральная микросхема. То есть была, зародилась микроэлектроника. Тагрозский радиотехнический институт впоследствии стал Тагрозским радиотехническим университетом и впоследствии вошел один из четырех вузов, вошел в состав Южного федерального университета. Поэтому, в принципе, работы ведутся еще с далекого 61-го года в этом направлении, в развитии микроэлектроники, в развитии микроэлектромеханических систем. На слайде представлена слева как раз-таки интегральная микросхема, которая была получена. Она небольшая, она содержит всего несколько элементов. Но с другой стороны, вы видите, вот линейка, ее размер всего один сантиметр. И в 61-м году это был очень хороший результат. Справа представлен титульный лист отчета. Так плохо видно, но если мы пойдем дальше, значит, работы эти велись в отраслевой научно-исследовательской лаборатории Ростовского софтнархоза при ТРТИ. То есть, фактически, Ростовский софтнархоз профинансирование создания первой в Советском Союзе интегральной микросхемы в своем областном ГУИ, ТРТИ. То есть, в принципе, за местный бюджет, можно так сказать, Ростовской области была создана в первом мире советская интегральная схема. После того, как эта заслуга была признана в Советском Союзе, в 62-м году лаборатория переименовалась в проблемную лабораторию по микроэлектронике. В дальнейшем, в 65-м году был создан экспериментальный цех по производству интегральных схем. В 69-м году была создана ОКБ моделирующих управляющих систем, оно и сейчас действует НКБ МИОС. В 72-м году был создан НИИ однородных микроэлектронных вычислительных структур. В 2003-м году НОД СМА технологии. В 2008-м году была проведена его реконструкция. В нем появились две гермозоны. И вот одна из них, гермозоны, это полностью поверхностная микрообработка, как раз микроэлектромеханических систем. И в этом году, в 2020-м году, была создана лаборатория микроэлектроники в Женевизм-центре НКБ МИОС Южного Северного университета. Данная лаборатория входит в консорциум дизайн-центров сквозного проектирования. Это такая федеральная сеть, создаваемая в нашей стране, по проектированию микросхем и микросистем. Давайте рассмотрим технологию МЕМС. Начнем мы ее рассматривать с уровней интеграции. Значит, первое. Эти уровни возникали по мере их развития, по мере создания, то есть в процессе развития конструкции технологий микроэлектромеханических систем и микроэлектроники в целом. Первый уровень – это когда мы берем нашу кристалл микроэлектромеханической системы и располагаем в нее различные компоненты, как радиоэлектронные компоненты, так и компоненты микросхем. То есть, в принципе, микросхемы. То есть у нас получается такой вот набор на одной корпусе. У нас такой набор, состоящий из МЕМСа, состоящий из микросхемы и некоторого количества радиоэлементов. И все это потом закрывается в одном корпусе. То есть у нас МЕМС изготавливается по одной технологии на одном заводе. В дальнейшем, если это необходимая микросхема, если есть такая, тоже берется с другого завода. И берется еще радиоэлементы с других производств. И все это соединяется в одну. То есть это вот было на самой заре, как это все возникало. Вторая степень интеграции уже привела к тому, что микросхемы становились все меньше. Они становились более чувствительны к помехам, к шумам. Поэтому возникла необходимость создания гибридной полной микросхемы. Что мы понимаем под гибридной полной микросхемы? Это микросхема, состоящая только всего из двух кристаллов, именно подложек. Это МЕМСы и интегральная схема. Все это расположено на одном основании корпуса и закрыто потом одной крышкой корпуса. То есть фактически мы видим только одну микросхему. Вот в левой части рисунка мы видим такую вот, там есть две техники, горизонтальной и вертикальной интеграции. Вот мы видим в правой верхнем углу, такой бирюзовая, это у нас микроэлектромеханическая система. Она связана, мы видим, с золотой проволокой, с интегральной микросхемой, которая в свою очередь уже связана с корпусом интегральной схемы. Здесь вот принципиально уже МЕМС связывается только с интегральной схемой. А интегральная схема уже с корпусом. То есть все сигналы, все управление идет через интегральную микросхему. И дальше она закрывается уже крышкой корпуса и продается таким образом. В правом рисунке мы видим такую вот вертикальную интеграцию. Мы также видим МЕМС-кристалл. Кстати, вот МЕМС-кристаллы хорошо видно на подложках, потому что большинство микромеханических структур, они не могут работать на воздухе. Он сильно вязок для них, они не могут в нем двигаться. Поэтому их накрывают таким саркофагами из одной еще подложки и создают в них вакуум. То есть они работают в вакууме фактически. Вот мы как раз видим нижняя подложка, это МЕМС. Потом такая, как названная, зазор, это как раз таки саркофаг-подложка, где там создана вакуумная полость. И потом уже сферку на нее, опять-таки, различными способами соединения прикреплен кристалл к сферу большой интегральной схемы. И, соответственно, мы видим, что МЕМС соединяется только с интегральной схемой. Интерненная схема уже дальше, в верхней части рисунка, мы видим, она соединяется уже с корпусом, с контактными площадками. Вот такая, кстати, как в нижнем правом рисунок, черно-белая фотография. Вот такой, не точно такой, но, в принципе, по такому принципу сделаны гироскопы-сферометры, которые использованы в продукции компании Apple. То есть вот, в принципе, это все имеет жизнь. И, соответственно, третья ступень интеграции, третий уровень, это когда мы, да, опять-таки, во втором уровне, если мы вернемся, то у нас интегральная схема изготавливается на одном заводе, проектируется одними людьми, изготавливается на одном заводе, а МЕМС проектируется совершенно другими людьми, изготавливается уже на другом заводе совершенно. И потом это все собирается, на третьем заводе собирается в корпус и продается в дальнейшем. То есть такое вот, грубо говоря, распределение труда. Кто-то делает спиральные схемы, кто-то делает МЕМС. Почему это так, в принципе, важно, и почему это до сих пор используется во многих случаях? Потому что не бывает лидеров в производстве исключительно интегральных схем и микросистем. Есть лидеры в производстве интегральных схем, есть лидеры в производстве МЕМСов. А есть, как мы видим дальше, лидеры, которые могут делать из этого изделия и продавать их успешно. И это не всегда одни и те же лица. Поэтому в этом плане, если вы продаете продукцию, состоящую на основе МЕМС компонентов, вам удобно заказывать немцы у лидеров по производству МЕМСов, интегральную схему брать у лидеров по интегральной схеме и их совмещать и делать. То есть тут как удобно. Третий уровень – это полностью интегральная схема. Это когда у нас и интегральная схема, и микросистема изготавливается в одном технологическом процессе на одной подложке, сразу вместе. Вот на рисунке мы видим в центральной части два больших таких светлых квадрата. Это как раз-таки МЕМС структуры, и они окружены элементами интегральной схемы. И это уже один кристалл, он потом режется, скрабируется, вставляется в корпус микросхемы и работает. Чем хорош данный уровень? Он хорош тем, что здесь очень хорошее отношение такого показателя, как сигнал-шум. То есть чем меньше становится микромеханической системой, чем они более чувствительны, тем они более восприимчивы к внешним сигналам. То есть если мы посмотрим на гибридную полную интегральную микросхему, то вот даже вот эта золотая проволока, которая, она там диаметром 35-45 микрон, очень тоненькая. Вот даже она, вот ее емкость, ее сопротивление, то есть те паразитные эффекты, которые она будет вносить в линию связи общения МЕМСа с интегральной схемой, их значение будет выше, чем полезный сигнал МЕМСа. Бывают такие случаи. Поэтому, конечно, более совершенно интегральные МЕМСы, они делаются как полная интегральная микросхема. Потому что, опять-таки, уровень сигнал-шум намного лучше. Как это делается? В принципе, как я уже говорил, МЕМСы это базируется полностью на микроэлектронике, то есть на технологии микроэлектроники. Они используются в основном все процессы, которые существуют в микроэлектронике. И, конечно же, они используют такой основной элемент, как подложки. На данном слайде представлено развитие подложек. Оно неполное. То есть начиналось все с 50 мм, 2 дюйма, потом было 100 мм, 150, 200. Сейчас уже 300 мм, это уже, скажем так, сегодняшний день. И завтрашний день уже пробует 450 мм. И кое-где внедряется. Сейчас, пока мы говорим о подложках, я одену небольшие перчатки и покажу вам подложку воочию. Значит, для чего это все делается? Для чего подложки все время увеличиваются? Мы не будем сейчас обсуждать, как делаются подложки. Это тема отдельной лекции будет интересна. Мы такую сделаем. Значит, принцип в этом следующий. Смотрите, увеличение радиуса всего лишь в два раза приводит у нас к увеличению площади во сколько? Четыре раза, да? В R в квадрате. Таким образом, грубо говоря, за один условный технологический цикл, если я изготавливаю 10 подложек 100 мм, с, скажем так, с расположением на каждой из них по 10 условных устройств, то есть мы за один условный технологический цикл изготавливаем сразу 100 устройств, да? 10 на 10 дает нам 100. Но при этом надо понимать, что микроэлектроника и микросистемная техника характеризуются таким понятием, как выход годных. То есть не все из этих 100 устройств будут рабочими. Если мы удваиваем нашу подложку, если мы делаем ее больше, то есть у нас увеличивается площадь, то в этом случае площадь становится в три раза, и мы, получается, за один условный технологический цикл уже изготавливаем не 100 устройств, а 10 подложек в четыре раза увеличивать площадь, то есть уже по 40 устройств на каждой подложке, мы уже изготавливаем 400. Для чего это делается? Это цель снижения себестоимости. Ничего так дорого не стоит в микроэлектронике, как как раз-таки площадь подложки. То есть чем меньше ваше устройство, тем больше их можно разместить на подложке, тем больше их можно сделать при относительно тех же энергозатратах на технологических установках, и это все заработает. Теперь, с вашего позволения, презентацию выключу и покажу вам подложку. Алло, меня видно, да? Значит, у Южного Федерального Университета есть очень хороший стратегический партнер, с которым мы развиваем партнерство, это Научно-исследовательский институт молекулярной электроники. Вот они работают, в принципе, в частности, 200-мм подложки. Значит, они толщиной примерно полмиллиметра, чтобы вы понимали. Вот такая вот подложечка. Подложки я не характеризуюсь за тем, что у них есть задняя сторона и есть передняя. Переднюю сильно показывать не буду, я не получил из них согласия показывать, что они делают. Поэтому, значит, ну, понятно, да, что с задней стороны это та, на которой лежит всегда подложка. Передняя просто она как зеркало. Вот если вот видно, вот, в принципе, вот мое отражение, она очень зеркалит, очень хорошо. Вот такие вот подложки, с ними работают. Здесь расположены квадратиками наше устройство, потом подложка разрезается на кристаллы и уже используется в дальнейшем, вставляется в корпус и продается конечным потребителям продукции. Так, теперь мы запустим сейчас подложку, нашу презентацию и продолжим. Как я уже говорил, настоящий уже текущий уровень это 300 миллиметров и уже ведутся работы 450. Тут есть свои ограничения, есть свои доцентные недостатки, но опять-таки это отдельный повод пообщаться. Итак, значит, микромеханические системы не возникли бы, если бы не была открыта и развита технология анизотропного травления. То есть, что такое вообще травление? Травление – это распыление, растворение материала того или иного. В принципе, травление существовало и до этого. В основном это есть два вида травления. Это изотропное и анизотропное. То есть, в чем их разница? Изотропное травление, грубо говоря, если мы капнем как растворитель на краску, капнем наш травитель на материал, то он будет его растворять во всех направлениях с одинаковой скоростью. То есть, за условную единицу времени мы получим глубину травления во всех направлениях на одну условную, равную во всех направлениях единицу. А анизотропное травление здесь уже идет привязка к кристаллографической ориентации кристалла. То есть, анизотропия кристалла играет роль. Вот на слайде у нас представлены основные ориентации подложек, которые используются в микроэлектромеханических системах. Ориентации – это индексы Миллера, хорошо нам известные из химии. То есть, 3 единицы, 1, 1, 0. И мы видим, на каких подложках можно получить какие профили. То есть, в чем суть анизотропного травления? То, что вы капаете капельку, допустим, своего травителя, и он по одному направлению, как вот видим мы внизу на слайде, допустим, по плоскости 1, 0, 0 за одну условную единицу времени вытравит 400 условных единиц расстояния, а по другому направлению 3 единицы, как видно внизу на формуле, всего лишь одну единицу расстояния. То есть, там 400, здесь одну. Это все нам позволяет формировать вот такие вот канавки, как видно на рисунках, очень правильной геометрической формы. Мы увидим в даннейшем фотографии, что это очень правильные формы. Значит, можно создавать такие V-образные канавки, трапециевидные, U-образные, то есть различного вида канавки. Значит, самое широкое применение вот так вот в настоящее время этих канавок как раз-таки для создания вот таких саркофагов. Не только вот создания функциональных элементов, но еще саркофагов, которыми накрываются наши немцы, чтобы там была полость, которая в дальнейшем вакуумизируется. Продолжаем. Значит, если мы вспомним наше определение MEMS, то там мы с вами говорили, что это интегрированные в объеме или на поверхности твердого тела структуры. Как раз-таки из этого истекают две базовые технологии MEMS. Это объемная микромеханическая обработка, ее еще называют просто микрообработка, и поверхностная микромеханическая обработка. Объемная микромеханическая обработка характеризуется тем, что у нас формирование элементов происходит за счет объема подложки. То есть вот если мы посмотрим верхнюю левую часть рисунка, где есть схематический такой рисунок, у нас есть кремниевая подложка, в ней проведено лидирование, создан N-слой, и далее с помощью сельтинного отравления и анизотропного кремния, а это анизотропный материал, у нас вытравлена такая трапециевидная каналка, и получена из N-кремния такая вот консульная балочка. Она как бы освобождена. В правой части представлены фотографии микрозеркал. Вот вы видите внизу маленькая такая рисочка 100 микронов, то есть ее размеры несколько миллиметров. И мы видим, чтобы для освобождения эти микрозеркала работают в своей плоскости, чтобы вот в этой плоскости происходила работа, под ними вытравлены большие полости. Мы видим, что там очень довольно ровно все сделано. В чем характеризуется объемная микрообработка? Она позволяет создавать толстые элементы, создавать их большие. Почему это важно? Значит, смотрите, если мы возьмем и будем просто копировать, наши макрообъекты на микроуровень, допустим, те же акселерометры, где у нас рабочее тело является инерционная масса, а мы понимаем формулу ускорения силы инерции, M умножить на A. То есть в этом случае у нас важна масса. Но когда мы просто копируем это на микроуровень, где у нас ничтожные массы, то есть там массы будут милли и микрограммы, то, соответственно, наша задача сделать эту массу как можно больше. Кстати, вот при переходе в микромир уже начинает действовать совсем другая физика. Работать нужно подбирать другие законы для тех или иных устройств, потому что, допустим, там на первую очередь выходят силы Вандервайса, силы молекулярного взаимодействия. То есть наш подвижный элемент будет двигаться до тех пор, пока он не коснется другого элемента или подложки, и эта площадь не окажется критической, чтобы силы Вандервайса удержали его в прилипшем к этой поверхности. То есть тогда уже это фатальная ошибка, устройство выходит из строя. Вот как раз-таки объемная микрообработка, она позволяет создавать такие вот полстые элементы с более-менее существенной массой. А также, опять-таки, они позволяют делать большие углубления под ними, то есть получать более большие углы перемещения, вращения и так далее. Кроме того, как видно на левой нижней части рисунка, где у нас представлено такое микрозеркало соединенное из двух подложек, объемная микрообработка позволяет создавать уже такие сэндвичи из подложек разного вида и формировать такие большие элементы. Очень хорошо это в технологии применяется для создания микролабораторий на кристалле, микронасосов, микрореакторов. Вот сейчас, например, здесь показано микрозеркало, когда у нас в полупроводнике сделана структура элемента, а внизу у нас вытравлена уже из сетала, это стеклянная, в принципе, подложка, вытравлена полость, нанесены электроды, и потом эти пластины анодное соединение произведено на них, и вот такое вот устройство у нас получилось. Следующим, да, довольно интересно, еще в качестве объемной микрообработки, мне показалось, будет вам интересно рассмотреть и Лига технологии. Эта технология немецкая, была придумана в Германии, она очень дорогая, потому что использует очень много золота, в общем микроэлектронике и так используется золото, но Лига технологии, оно используется сплошь и рядом. Кроме того, используется еще такая неприятная вещь, как рентгеновское излучение, либо синхотронное излучение. Оно используется для формирования очень высоких структур, то есть вот аспектное отношение, что такое аспектное отношение? Это отношение высоты к ширине. Вот аспектное соотношение в Лиге технологии, это 100 к 1 на сегодняшний день. То есть, грубо говоря, на 100 условных единиц вертикали, идеальной вертикали, мы получаем одну единицу горизонтали, идеальной горизонтали. Вот у нас в левой части представлен ротор пьезоэтического микромотора. Мы видим риску, это 2 миллиметра, то есть длина вот этой балочки порядка 4 миллиметров, а диаметр вот этого колесика, да, у нас ротора как раз таки, это порядка 2 миллиметров. И мы видим там небольшие выступы вот на этом роторе, на этом так вот, как колесо телеги выглядит. Небольшие выступы. И вот в правой нижней фотографии как раз представлена фотография этого выступа. И посмотрите на риску, здесь уже 100 микронов, то есть это вот балочка длиной 100 микрометров и выступ высотой 100 микрометров. А теперь представьте, что это миллиметровое изделие со своими микроразмерными элементами было сформировано в рамках одного техпроцесса. Это потрясающе просто. И посмотрите, как все идеально, как оно все идеально ровненько, как все чистенько. То есть это вот лиготехнология. Опять-таки, если будет потребность в дальнейшем, рассмотрим это более подробнее. Следующим развитием микротехнологии стала поверхностная микрообработка. В чем недостаток объемной микрообработки? Из-за того, что мы когда формируем наш элемент за счет объема кристалла, нельзя создать очень маленькую канавку, она будет очень большой. Соответственно, интеграция с компонентами интегральных схем, она будет затруднительна. И мы помним, да, что себестоимость микросхемы во многом определяется площадью ее подложки. То есть, чем меньше площадь подложки, тем больше подложек мы делаем за один технологический цикл, тем ниже их себестоимость. Поэтому была разработана такая поверхностная микрообработка. Здесь уже, надо сказать, используются совсем другие материалы. Есть пересечения, но используются в основном поликремний, металл, алюминий. В частности, это широко применяемые материалы в микроэлектронике, поэтому унификация по ним произведена. То есть, у нас есть подложка. Вот смотрим специальный рисунок, схемотехнический, схематичный такой. Есть подложка кремния, на ней нанесен, сформирован окисел кремния, как диаметрическая мембрана. Далее у нас, здесь его не обозначено, но в поверхностной микрообработке есть понятие структурный и жертвенный слой. То есть, структурный слой – это понятно из того слоя, который мы формируем нашу структуру. А жертвенный слой – это слой, который используется для формирования структуры, но потом он удаляется, им жертвует для создания микромеханического отделя в целом. Он полностью операцией правления справляется. Тут надо еще тоже конкретизировать. Что мы понимаем под слоем? Значит, в поверхностной микрообработке этот слой может быть от 1 до 4 микрометров. То есть, фактически, это маленькая пленочка, но из которой формируются элементы. Вот ниже проведены фотографии. Это вот изделия микромеханические гироскопы, которые были изготовлены в гермозоне, но с нанотехнологиями. Вот как раз таки представлено, видите, из такой пленочки, как раз здесь толщина порядка 2 микрон, были сформированы такие элементы. На фотографиях мы видим такую перфорацию. Вот это как раз таки есть небольшой недостаток поверхностной микрообработки. То есть, помимо того, что масса и так очень мала, если мы в объемной микрообработке можем сформировать инерциальную массу полностью из-под ложки, а это толщина 500-300 микрометров, то здесь у нас толщина 2-4 микрометра. А еще мы должны делать перфорацию для того, чтобы удалить как раз таки из подструктурного слоя жертвенный слой. То есть, вот масса совершенная, она вообще уходит в нанограммы. Совершенно ничтожно. Но все же эта технология, она более интегрируется с технологией микросхем, в частности, кому технология, где используют тот же поликремний. Поэтому тоже имеет право на жизнь, тоже используется. Но вот качество вы можете посмотреть в создании этих элементов. Да, еще такой нюанс, когда вы работаете с немцами, когда вы их производите, вы их не видите глазами. Это, в принципе, микросхемы. В этом, как бы, есть слегка трудность отложения процесса. И, конечно же, я представлю вам два слайда, показывающие как раз таки интегральную технологию изготовления. Как мы помним, третий уровень интеграции – это интегральная полная микросистема. Значит, здесь вот представлен рисунок такого комоб-мемс-процесса, где, как мы уже видим, справа у нас мемс-часть, слева – это интегральная схема. И, как мы уже знаем, у нас мемс сформирован за счет объема подложки. То есть это объемная микрообработка. То есть все равно из нее их формируют, ее используют в создании. Надо сказать, что у нас в сегодняшний момент существует очень много технологий интегральных, позволяющих создавать мемс-интегральную схему в одном техпроцессе. Это и прекомоб, посткомоб, интеркомоб. То есть различные технологии. Вот данный рисунок – это как раз совмещение комоб-процесса с объемной микрообработкой. И у нас совмещение комоб-процесса с поверхностной микрообработкой. Мы видим, что у нас мемс-сенсор А создан на поверхности кристалла. Объем нетронный, то есть поверхностная микрообработка. И в левой части как раз-таки интегральная схема, представленные транзисторы. Ну, на этом я хотел завершить обзор технологий. Если будет интересно, то можно развить любую из этих тем. По поводу дизайна мемсов. В принципе, микросистемы стали называть микросистемами после, скажем так, революционной статьи Петерсона в журнале ИЕ в 81-м году. Я здесь привел ссылку на русскоязычный. Эта статья была переведена на русский язык в Советском Союзе и напечатана в журнале ДР в 82-м году. Значит, статья называлась «Кремний как структурный, как механический материал». Статья была революционна тем, что там как раз были представлены основные на сегодняшний момент очень развитые классы микромеханических устройств. Это микрозеркала, микромеханические переключатели, микромеханические акселерометры, которые показали, вообще не перевернули представление инженеров, микроэлектронщиков вообще о том, с чем они работают. То есть было показано, что кремний, поликремний, алюминий, и из них можно делать конструкции, они будут гнуться под действием управляющих напряжением, под действием сил инерции. То есть из них можно делать конструкции, механические конструкции. И вот в частности, почему я привел этот рисунок? Что в 81-м году было опубликовано это микромеханическое зеркало в левой части рисунка. Оно имеет одну степень свободы, то есть, грубо говоря, она вращается таким вот образом за счет торсионных балок. Она сделана по технологии объемной микрообработки, то есть из подложки кремния сделана рабочая поверхность торсионной балки. Внизу на подложке сетала вытравлена полость, сформирована порное ребро и напылены отклоняющие электроны, а потом эти две подложки были соединены. Это вот в 81-й год. Из права представлена диссертация, ой, прошу прощения, представлена диссертация 2002 года, где у нас уже представлено, если мы очень хорошо присмотримся, тоже микрозеркало, просто уже с двумя степенями свободы. То есть у нас также есть наша рабочая поверхность зеркала, есть вот торсионные балки, это Y-подвес, только теперь уже подложка имеет еще свой X-подвес, и все это еще соединено, а также анодным соединением на кристалле. То есть у нас уже зеркало отклоняется под любым углом плоскости подложки. Почему это привело? Посмотрите, прошло 20 лет. Добавили только одну степень свободы. Вот технологии МЕМС, какие технологии интегральных схем, они живут, они дышат, они живы, они продолжают развиваться. Поэтому нужно сказать, что вот научились делать какой-то конструктив, какую-то вот инерционную массу в инферсионных двух балочках. Научили, что это делать. В дальнейшем это тиражируется, то есть это касается технологических примитий. Коллеги, просьба, выключите звук у себя, камеру, потому что я вас слышу, вы мешаете другим слушать. Спасибо. Значит, то есть отрабатываются конструктивные технологические примитивы, и в дальнейшем они используются. То есть если вы возьмете МЕМСы разных производителей, их откройте и посмотрите, вы с большой степенью вероятности найдете общие в них черты, общие элементы. Потому что, ну, очень трудно придумать что-то новое, это отработать, и главное, чтобы это потом тиражировать, чтобы это потом можно было производить, повторять это в производстве. В этом пока есть сложность МЕМСов, в этом они еще развиваются. Поэтому оригинальность ваших решений может быть достигнута только в компоновке вот этих вот отработанных конструктивных технологических решений, в отработке этих примитивов. Вот как следующий слайд дизайна, вот я вам покажу уже наше знакомое микрозеркало в левой части экрана, которая была в левой верхней части, которая была на предыдущем у нас рисунке. Это объемная микрообработка. Потом внизу фотография. У нас такая же структура сделана с помощью поверхностной микрообработки. Причем эта структура, чем интересна, такая пробный вариант, когда дело в том, что поверхностные микроэлементы, они очень тонкие. Но для того, чтобы поднять большой угол отклонения микросеркала, были вот по бокам сделаны электромеханические, электростатические микродвигатели, которые потом эту структуру подняли над подложкой. То есть уже используется такая ассемблинг, сборка происходит. И они ее подняли, поднимая такой, происходит такое поднятие. И мы видим дальше вот на цветная фотография. Это точно такая же структура, просто слегка вытянута в одном измерении. Она также имеет центральный элемент, который на двух торсионах закреплен относительно внутренней рамки. И внутренняя рамка потом уже со своими двумя торсионами закреплена на корпус. Это вот как раз структура наших коллег из Минета. Так вот, эта структура уже используется не как микрозеркало, она уже используется как микромеханический гироскоп. Один и тот же, уже не элемент, а конструктив, он использован в двух функционально разных элементах. В микрозеркале, в микромеханическом гироскопе. В принципе, такое встречается сплошь и рядом. Поэтому я же говорю, можно взять два, купить два Минца, вскрыть их, посмотреть, и на 50% эта конструкция будет одинаковая. Во всяком случае, на первый взгляд. А на все 100% будут содержать одинаковые конструкции технологические примитивы. А вот их соединение, их расположение, вот это будет оригинальность, которая достигает до чести того или иного эффекта. Так, коллеги, теперь с вашего позволения, хочу вам продемонстрировать, как работает микромеханический гироскоп. Для этого я вас пользуюсь своим вторым компьютером. Скажите, пожалуйста, вам видно рисунок? Да, да, хорошо видно. Да, вот смотрите. Я слегка буду сидеть вам спиной, полуоборота. Вот мы видим у нас центральная инерционная масса как раз-таки. Единственное, в гироскопе, если зеркальный элемент, эта масса у нас отполирована, чтобы она зеркалила, то в гироскопе на ней еще, мы помним, да, масса очень маленькая. А МА никуда не дели. Поэтому нужно добавить еще какую-то инерционную массу. Как правило, на нее приклеивают какой-то вес. Вот здесь тоже добавлена инерционная масса. Она с помощью вот этих торсионных балочек, грубо говоря, так вот под углом, соединена с внутренней рамкой, которая, в свою очередь, своей парой торсионных балок соединена на корпус. Также у нас, видимо, зелененькие под инерционной массой, в данном случае это неподвижные электроды ямкостных превозрательных перемещений. Мы снимаем сигналы. А красненькие – это как раз электростатические приводы. Чем вообще прелесть ямкостных превозрательных перемещений электростатических двигателей? Это, по сути, одно и то же. Подвижный и неподвижный электрод, который двигается относительно. Электростатический двигатель, если мы подаем напряжение и воздействие на подвижный электрод, это будет двигатель. Если мы снимаем изменение зазора под действием электростатического сигнала, подан слабый сигнал, это ямкостный превозрательный перемещения. Поэтому в любой момент эта пара может быть поменена. Зелененькие могут стать двигателями, красненькие – сенсорами. Но рассмотрим, когда мы подаем напряжение, у нас начинает такая вот раскачка. Опять-таки, эта структура может работать как из зеркала, как и гироскоп. Рассмотрим, как гироскоп. У нас ос чувствительности направлены как бы перпендикулярно от поверхности нашей структуры. Вот у нас так вот раскачивается. И если у нас возникает угловая скорость, то у нас под действием силы инерции кориолиса центральная масса начинает совершать на 90 градусов созвинутые колебания. Причем амплитуда колебаний будет пропорциональна скорости вращения. Вот что такое гироскоп в данном случае. Опять-таки, мы видим, что когда мы смотрим в нашем макромире, которые установлены гироскопы на спутниках, на ракетах, у них там инерционные массы, там несколько тонн весят, чтобы держать. Там совсем другой принцип работы использован. В микромеханике невозможно создать вращение. Сильно высокие силы Вандервайтса, сильно высоко трение не будет вращаться. Поэтому в основном используется возвратно-поступательное движение. Опять-таки, в любом случае, мы можем это использовать как микромеханическое зеркало. И давайте уже, раз мы начали с вами рассматривать, мы с вами также рассмотрим и микромеханическое зеркало. Это уже разработка кафедры КЭС Южного федерального университета. Вам видно, да? Появилось? Значит, у нас есть зеркальный элемент, большая такая площадь. Она закреплена с помощью торсионных балок в центральной части. И под ней вот синенькие, если так видно, это вот как раз электростатические двигатели. Красненькие – это янкосные сенсоры. И, в принципе, мы, подавая ту или иную комбинацию напряжения на отклоняющие электроды, получаем то или иное движение плоскости. Либо же можем использовать такой режим сканирования, когда у нас излучение отклоняется под любым углом плоскости подложки. Вот так вот формируется. Это вот для представления, как оно работает. Коллеги, важно еще понимать одну простую вещь. что если у нас, наши системы, они имеют очень большой размер, очень большую толщину, несколько миллиметров, несколько сантиметров могут достигать, то вот эти перемещения, вот эти колебания, они будут достигать буквально, в лучшем случае, среднее значение по микромеханике – это 5 микрометров. То есть, опять-таки, глазом вы даже не заметите, что оно там что-то шевелится. На следующий момент единственное доказательство того, что ваша система совершает хоть какие-то колебания до того, как ее подключают к интернеральной схеме, это лазерный, оптический контроль. То есть вот так вот лазером направляют и смотрят, как отклоняется лазер, работает ли микросистема. Так что основное, что нужно знать по дизайну, разработка основная, сейчас сосредоточена на разработке элементов, то есть отработка не только их конструкции, их расчетов, но и также технологии изготовления, чтобы их можно было повторить сколько угодно раз. А дальше мы уже формируем наши немцы по те задачи, которые необходимы. Применение немц. Давайте рассмотрим с вами применение немц в области робототехники. Дело в том, что робототехника сейчас как никогда является локомотивом развития немц-устройств. Беспилотные автомобили, роботизированные комплексы, опять-таки различные интеллектуальные протезы, интернет-вещи. Это все сейчас тянет очень сильно микроэлектромеханические системы и технологии изготовления. Давайте посмотрим развитие. Я дальше в обзорах буду пользоваться анализами наших коллег из Yellow Development французской фирмы. Хороший делает обзоры, рекомендую вам посмотреть. Ссылки я представляю на них, можно почитать полностью. Вот мы видим, что растет применение различных устройств, начиная от датчиков давления, акселерометров до гироскопов, уже микробарометров, то есть ночного зрения, тепловизоры, различные газовые сенсоры, через среды до интернет-вещей, то есть микромеханические ключи, RF-антенны и так далее. И опять-таки есть развитие в дальнейшем от модификации человека. То есть развитие робототехники и ее миниатюризация, она тянет за собой как раз-таки развитие МЕМС, развитие как раз-таки более миниатюрных, более маленьких, более чувствительных МЕМС устройств. Если мы посмотрим по областям применения, то вот у нас в левой части, давайте посмотрим, это робототехнические оборонные комплексы, где средняя цена изделия миллион долларов, а средняя, посмотрите, цена, стоимость сенсора 100 тысяч долларов. Это все относительно МЕМС, как мы сейчас говорим. Сенсор за 100 тысяч долларов, неплохо, да? В дальнейшем у нас идет уменьшение, и если мы посмотрим уже автомобиль, то у нас, кстати, легко заметить, да, на порядок почти падает цена, то у нас уже автомобили идут, стоимость уже меньше, порядка 100 долларов, а если мы идем к интернету вещей, то эта стоимость сенсора должна быть доллар и меньше. А с другой стороны, казалось бы, там, да, что лучше делать? Сенсор за доллар или сенсор за 100 тысяч долларов? Но давайте посмотрим на количество, востребованность. Интернет вещей у нас требует 10 миллиардов единиц, в то время как робототехнические комплексы требуют до 100, до 10 тысяч. То есть уже объемы, да, объем рынка. Стоимость падает, но объем рынка возрастает, и он продолжает расти, вот что удивительно. А расти он продолжает за счет того, что находятся новые способы применения МЕМСов. Они становятся меньше, компактные, и уже их можно внедрять куда угодно. То есть если раньше, да, конечно, сенсор за 100 тысяч долларов его не поставишь, а чем становится он меньше, уже можно ставить куда угодно, уже можно экспериментировать. Давайте запомним с вами цифры. Значит, сенсор для оборонных систем 100 тысяч долларов, сенсор для интернет-вещей доллар и менее. И посмотрим их на объемы. А теперь посмотрим на развитие рынков вообще МЕМС в целом. Посмотрите. Значит, развитие 12,4% в год. И давайте теперь рассмотрим, то есть за 10 лет за 200 миллионов рынок вырос до 700 миллионов, то есть фактически в 3,5 раза, прошу прощения. А давайте посмотрим в каких областях он рос. Вот красненький верхний столбец, это у нас оборонные системы. Если мы посмотрим на плечку справа, то мы увидим, что за это время он вырос всего на 5%. Нет сильно много желающих покупать сенсор за 100 тысяч долларов. Давайте посмотрим дальше. Индустриальное применение, это как раз-таки роботизированные комплексы для конвейерных. 12%. Далее, безопасность 15% возрастает. То есть умные дома у нас появляются, их нужно тоже внедрять. Далее, медицина 8%. Это как раз-таки интеллектуальные протезы, которые широко сейчас применяются уже. Транспорт 50%. Это как раз-таки у нас беспилотные автомобили, да, они очень тянут, очень много. 50%. И вспомните, да, стоимость, сколько у нас там была на транспорт по относительно оборонных систем. Оборонные системы были 100 тысяч долларов, транспорт был 100 долларов, интернет вещей 1 доллар. То есть неплохо, да, на 50%, в полтора раза рынок увеличился для транспорта. Далее, коммерческие применения 25%, это можно отнести интернет вещей сюда. А вот самое интересное еще нижняя строчка, заказчики, 19%. Знаете, прочитал весь обзор Yield Development и обнаружил, что под заказчиками поменяются, они понимают радиолюбителей. То есть стартапы, радиолюбители, люди, которые начинают покупать. То есть мем становится очень дешевые, очень доступные, очень маленькие. Их начинают покупать люди, которые постоянно что-то экспериментируют, что-то ищут и начинают искать новые версии их применения, новые области их применения. То есть как раз таки, почему стартапы по мем до сих пор выстреливают? Потому что растет область их применения, растет АИАУ, их обитание, скажем так. Вот посмотрите, оборонной системой за 100 тысяч долларов 5%, автомобильный транспорт 100 долларов 50%, интернет вещей 25% и радиолюбитель 19%. А рынок, в общем, увеличился на 3,5 раза. Ну, увеличится к 2024 году. Давайте рассмотрим, где это можно применять, да, такое, скажем, к чему стремиться основное, что сейчас локомотив тянет. Это, конечно, человекоподобные роботизированные комплексы. Мы видим, что уже есть весь спектр, который прикрывает их зрение, позиционирование, то есть баланс, да, тело, речь, слух, обаяние, осязание, вкусовые вещи. Кроме того, есть улучшения, он может фокусироваться очень сильно. И еще робот может общаться между собой, да, без помощи речи, с помощью сотовой связи, СВЧ, сигналов и тому подобного. То есть это тянет. А что тянет развитие человекоподобного робота за собой? Оно тянет улучшение человека. Во-первых, конечно же, это умные протезы. То есть, опять-таки, это слух, зрение, вкус, обаяние, осязание, различные контроли, давление, микрожидкостные, микроаналитические системы для состояния здоровья человека. А также, посмотрите, есть вот такие вот зелененькие, выделенные, области улучшения человека. Это как раз-таки РФ-коммуникация. Зачем тратить энергию, когда можно на расстоянии общаться с силой мысли? Ну, с силой, конечно, СВЧ-модуля. Дальше, ночное зрение, микробалометры и ультразвук. Оказывается, нам не хватает слышать ультразвук. А так хотелось, оказывается, быть. Опять-таки, умные протезы очень сильно применяются при потере конечностей, создаются руки, ноги. Очень интересная область. Будет, если интересно, расскажу поподробнее в следующий раз о них. Как у нас меняется рынок в каких областях? Опять-таки, 2018 год это оранжевый, желтый это 2024 год. Различные микромеханические колебательные структуры почти в 6 раз увеличатся. Фьюча это как раз-таки то, что у нас улучшит человека. Слушаем ультразвук, видим ночью и так далее. В 5 раз почти. Ну и так дальше. В принципе, все растет. Единственное, замедляется высокочастотные мемсы, замедляются микрогироскопы, микрооксирометры, потому что, в принципе, сейчас уже их потребности есть. Но там есть фундаментальные свои ограничения. Если опять-таки будет интересно, расскажу о них в дальнейшем. Давайте посмотрим два интересных слайда сейчас с вами рассмотрим. Также это обзор YOL Development. И вот на этом рисунке у нас представлены топ-30 игроков в области мемс, то есть те, кто продает мемсы. Опять-таки, рассматривается этот график, эта гистограмма и следующая будет касаться исключительно мемс-устройств. Здесь не будут затрагиваться другие области применения. Так вот, давайте посмотрим на топ игроков в 30 наших продавцов мемс. Прошу прощения, сейчас одену, плохо уже вижу. Итак, давайте посмотрим на лидеров Broadcom и Bosch. Они примерно, ну, почти в два-полтора раза обгоняют следующего, кто за ними идет, это ST Microelectronics. И дальше идет уже по нисходящей. Давайте вот запомним Broadcom, Bosch, первое-второе место, потом третье место ST Microelectronics и давайте заметим еще на последнем месте в области Мемс исключительно. Это Sony. Запомнили? А теперь давайте посмотрим топ-производителей Мемс. И что уже мы здесь увидим? Почти в три раза больше всех производит ST Microelectronics. Sony у нас находится, я прошу меня тут кое-что экран загораживает. Менюшка, ага, я не могу убрать. Значит, дальше Bosch у нас находится на пред-пред-последнем и Sony у нас находится на третьем месте. Как так? Опять-таки, это все касается колькозитленно Мемс производства. Как так возможно? ST Microelectronics, который почти в два с раза производит больше всех Мемс, продает почти в полтора раза меньше. А все дело в том, что Bosch, который является вторым по продаже Мемс, является предпоследним по их производству. И то это только он начал в 2018 году. 2017 года вообще нет. А Broadcom здесь вообще нет, он отсутствует. Все дело в том, что как раз таки Broadcom и Bosch, почему они вышли вперед, потому что они придумали, как использовать Мемс, куда их вставлять, как они улучшат те устройства, куда они были добавлены и как это потом продать. То есть мы здесь видим, что, грубо говоря, если вы лучше всех делаете Мемсы, это не значит, что вы их лучше всех продаете. И вы лучше всех понимаете, куда их можно применять, куда их можно использовать, где их можно улучшить, то или иное средство. Бородком не имеет вообще своего производства. Он придумывает, разрабатывает системы, заказывает, помните, гибридные микросхемы, заказывает у лидеров производство интегральных схем Мемса, у того же СТ-Майкроэлектроникс, заказывает Мемсы, берет их, вставляет свою продукцию и продает это. СТ-Майкроэлектроникс, как мы здесь видим, они лидеры, они сосредоточены о том, что мы лучше всех в этом мире будем делать Мемсы. И они этого достигли. Но, к сожалению, это не означает, что вы лучше всех их продаете. Очень, мне кажется, интересная диаграмма. И вот этот эффект в 19-м году был назван BB-эффектом. Broadcom, Bosch. BB-эффект. Когда уже в середине десятых годов Broadcom и Bosch оттеснили лидеров в производстве интегральных схем и микроэлектромеханических систем, и вышли вперед, они стали законодательными модами применения Мемсов. Они стали диктовать производителям, что им делать фактически. Так что, я призываю вас разрабатывать, думать, куда можно применять Мемс, учиться этому, и в дальнейшем применять это и разбогатеть, и диктовать уже этому миру свои условия. А научиться, что такое Мемс, как их применять, где их использовать, можно на нашей кафе Консольных электронных средств Институт монотехнологии электроники приборостроения. У нас уже второй год ведется направление на направление дизайна технологии сенсорных микро- и наносистем. Это направление 11.03.03 консультирование технологии электронных средств. У нас существуют магнитерские программы, это сфер-большие интегральные схемы проектирования технологии электронных вычислительных средств. И в этом году мы набираем на сетевую магнитерскую программу микроэлектромеханические системы. Сетевая программа реализуется совместно Южным Средственным Университетом и Национальным Средственным Университетом МИЭД Москва. Поэтому я вас приглашаю поступать и вы научитесь. Если вдруг у вас уже есть все возможные виды дипломов, то прошу добро пожаловать на программу переподготовки повышения квалификации, которая работает на нашей кафедре. В частности это проектирование микроэлектромеханических акселерометров изготовлено по технологии поверхностной микрообработки. Эта программа также сетевая. Она реализуется совместно с Центром НТИ Сенсорика на базе МИЭТа. Ее продолжение 72 часа. Она позволяет научить вас основам проектирования микромеханических акселерометров и показать основы технологий их изготовления. То есть приметь базовые навыки. Если вы вдруг не понимаете, что это такое, добро пожаловать. Мы вам покажем за 72 часа. Мы вам объясним все полностью, что это такое и как с этим работать. Также на нашей кафедре ведется работа по разработке программы повышения квалификации в области разработки и производства интегральных микросхем с наноразмерными масштабами компонентов по технологии монтажа кристаллов ЛИП-ЧИП. Эта работа производится за счет финансирования фонда инфраструктурных и образовательных программ группы Роснано. Индустральным партнером программы является GS Nano-Tech. Четевым партнером опорный ускорили Петрозаводский государственный университет. Надо сказать, что эта программа сейчас разрабатывается, идет пилотная ее реализация. У нас стоит с этого человека. GS Nano-Tech обучается в дистанционном формате на данной программе в ЮФУ и в Петрозаводском государственном университете. Нужно сказать, что фонд инфраструктурных и образовательных программ очень сильно помог нам развить наши компетенции в области формирования таких программ, потому что те специалисты, те мониторы, которые были привлечены для нашего контроля и обучения, просто подняли наши компетенции до невыгодных высот. Поэтому я лично и мой коллектив очень признательный фонд инфраструктурных образовательных программ. В рамках данной программы у нас разрабатываются четыре направления подготовки. Это инженеры-конструкторы, инженеры-исследователи, инженеры-технологических линий и инженеры-наладчики. Срок обучения 240 часов, здесь уже побольше. Причем это 240 часов на каждую программу. 240 инженеры-конструкторы, 240 инженеры-исследователи и так далее. Поэтому добро пожаловать. В принципе у меня все. Здесь представлены сведения моей литературной Пусть, если будут вопросы, пишите, задавайте. Представлена ссылка на сайт Кафедры Кэзли, написанная о наших программах как ДПУ, так и бакалавриат и магистратуры и аспирантуры. Добро пожаловать кстати в аспирантуру. И ссылка на нашу страничку ВКонтакте, где вы сможете пообщаться не только со мной, но и с членами нашей кафедры и обсудить все животрепещившие вопросы. Спасибо большое. У меня на этом все. Благодарю вас. Было очень интересно, познавательно. Я надеюсь. Очень понравилось, что вы между тремя экранами переключались. Это было прям высокотехнологично, о чем вы говорили. Сразу это видно и заметно. Это было очень приятно наблюдать. Возможно, наши коллеги какие-то вопросы зададут, слушатели, если они у них есть. Я бы задал, но если честно, для меня все, что вы рассказывали, это вот как я документальные какие-то фильмы смотрю про технологии, вот прям с открытым ртом всю лекцию сидел, слушал, очень интересно. Коллеги, если нужно будет развить какую-то из этих тем, потому что они все очень сложны, намного лекций, я готов пообщаться пообщаться на любую из этих тем с удовольствием. Я и мои коллеги. Расскажите, пожалуйста, насколько молодежь сейчас интересуется данными технологиями, идет в это, и как они все это воспринимают? Ну, смотрите, молодежь у нас очень сильно идет. У нас уже, честно говоря, уже есть конкурс магистратуры у нас уже на этот год набора на микроэлектромеханические системы. У меня на текущий момент на данной тематике пять аспирантов. Один из моих аспирантов, он выиграл старт в этом году. Он организовал свою фирму, сейчас делает свой стартап, развивает его. Другая моя ученица, уже мой коллега, Ольга Ежова, она уже выполнила умник, она сейчас подается на старт, я уверен, она выиграет. И также другая моя коллега Исаева Алина Сергеевна, доцент наш, она также выиграла умник, сейчас подается на старт. И другой мой аспирант на умник Аданил по данной тематике выиграл гранд РФФИ. Поэтому, в принципе, я к чему это рассказываю? Что молодежь приходит и, главное, есть еще отдача, финансовая подпитка их. То есть они могут это не просто за стипендию работать, они могут работать, еще найти заказчика в том или ином лице, в лице того иного фонда и работать. Кстати, моя студентка Шафростова Светлана, она выиграла умник свой в Сколково на стартап-вилледж. Там тоже была очень большая конкуренция, очень много было молодежи, поэтому востребовано. А вот для тех, кто заинтересовался, какие перспективы могут быть в работе у людей, которые посвятили жизнь данным технологиям? Насколько высоко можно подняться в данных работах? Ну, спасибо за вопрос, хороший вопрос. Понимаете, насколько высоко у каждого своя как бы вертикаль. Понимаете, вот давайте рассмотрим несколько вертикалей. Вот допустим, я немцами начал заниматься в далеком 99-м году. В 1999 году я пришел в аспирантуру к профессору Коноплеву Борису Георгиевичу в его научную школу. И вот он меня познакомил, он сказал, вот есть такая тематика хорошая, микросистемы. Давай, займись. Про это никто не знает у нас. Ну, давай, посмотри. И в принципе, вы видите, это помогло мне подняться по вертикали кандидат, доктор наук, заведующий кафер, главный научный сотрудник, опять-таки, руководитель аспирантов. То есть это как бы одна вертикаль, то есть это востребовано. Вторая вертикаль. Нужно понимать, что мир глобален сейчас. Все технологии, все САПы, они везде одинаковые. И то, что мы используем здесь, те же технологии, что используются в НОЗНО, технологии ЮФУ, те же САПы, что используются в лаборатории микроэлектроники инжинирингового центра ЮФУ, они одинаковые. Если вы научитесь ими работать, вы найдете работу в любой точке мира. Если у вас есть вертикаль, путешествовать по миру. То есть очень много наших учеников, они поступали в аспирантуры западных вузов и восточных вузов. Вот, кстати, наш в прошлом году выпускник, он поступил в технический университет Китая под Шанхаем, Хуэй город. Вот он там сейчас учится. То есть те знания, те навыки, которые компетенциям прививаем, они мирового уровня. Опять-таки, у нас есть индустриальные партнеры, как я уже говорил, НИИМЭ, чьи подложку я показывал, которые ждут наших выпускников и на практику, и надеясь, что до устройства у нас МПП «Исток» имени Шопкина, тоже микроэйтронное производство, РФ, сейчас они СВЧ «Мемс» разрабатывают, создают производство. Поэтому востребованность есть как в России, так за рубежом, как в науке, так и в технике и в производстве. Спасибо за развернутый ответ. Да, да, вы ответили. Я думаю, что это мотивирует очень сильно людей при выборе специальности. Хочется же многим внести какой-то вклад в мир, в жизнь, а как раз такая узкая сфера. Вот если вы займетесь ММСа внедрять человека, скучно не будет. Для людей, далеких от науки, это, наверное, звучит футуристично. Ну, вы знаете, когда работу начинаешь делать, она делается, и все становится легко. Да, я согласен с вами. Поэтому. Так же, как и переход на онлайн-дистанционку, казалось это невозможным, а сейчас можно одновременно делать пять вещей, быть на двух собраниях и продуктивность поднять на очень высокий уровень, как ни крути, если физически присутствовать в некоторых местах, это невозможно было. Сейчас мы все... Я не согласен. Продуктивность может упасть. На пять собраний это тяжело. Но, кстати, да, из Сан-Сонга, если я был на рабочем месте, это не было бы три экрана, там был бы один экран, но в домашних условиях пришлось собирать по крупицам все. Я вас понял. Большое вам спасибо. Мне было очень приятно за беседу. Очень интересно. До свидания. До свидания.